Добрый день, уважаемые гости, подписчики канала Новониколаевского военно-исторического клуба. Сегодня мы продолжаем знакомиться с автобиографией Николая Евграфовича Жернакова. В этот раз мы с вами узнаем то, что Николай Евграфович описывал о своей работе в составе сибирских правительств во время Гражданской войны. Я состоял в партии эсеров, примыкал к правому крылу и был избран в Сибирскую областную думу от эсеров и кооперации. Думское первое заседание должно было состояться в январе 2018 года в городе Томске. И в это время я проживал в Новониколаевске, откуда приехал в Томск для участия в работах думы. Как только я приехал в Томск, меня расставали органы ЧК и продержали под арестом около месяца. Находясь под арестом, состоялось заседание думы и, несмотря на мое отсутствие, меня выбрали на этом первом думском заседании в состав правительства Дербора. Заседание думы проходило в нелегальных условиях. После освобождения из-под ареста я вернулся в Новониколаевск и узнал, что я избран в состав правительства Дербора в апреле 2018 года. Я уехал во Владивосток, оттуда в город Харбин, где помещалось Дерборовское правительство. Впервые в Харбин я приехал в 2018 году. Должен сказать, что состав самого правительства, его декларации и деятельность были контрреволюционными. Находясь в Харбине, правительство Дербера, в том числе и я, способствовало свержению советской власти во Владивостоке. И когда эта цель была достигнута, состав правительства переехал из Харбина во Владивосток, где на территории проводило свою предательскую эсеровскую линию. В правительстве Дербера я выполнял функции министра государственного контроля. Моя деятельность заключалась в том, что я руководил всеми низовыми организациями Дерберовских государственных учреждений, проводя в установках руководства резкую предательскую линию. В борьбе против советской власти правительство ориентировалось на вооруженные отряды чехословаков. В общих чертах я должен сказать, что осуществование Дерберовского правительства создало немало вреда для установления советской власти. Ориентируясь на чехов, правительство Дербера не препятствовало им производить аресты и казни всех тех, кто попытался противодействовать режиму, который был тогда установлен. Я, как эсеры, стоящий на правых позициях на совещаниях правительства, всегда был сторонником решительных действий против большевиков и распространения их влияния. После ликвидации правительства Дербера я работал в Сибири на кооперативной работе. Должен сказать, что я являюсь старым сибирским кооперативным работником, председателем ревизионной комиссии за Кубсбыта и Дальцентра Союза. Там я и продолжил работу с 1920 по 1933 год, до самого своего выезда с Дальнего Востока. В 1933 году я уехал в Москву. По приезду в Москву я был вызван к Красину и получил предложение ехать на заграничную работу в Англию по линии экспорт хлеба. Я согласился. И в конце сентября я выехал в Лондон, где работал в Руссабрите в качестве управляющего и члена правления Руссабрит. На этой работе я проработал до 1 апреля 1931 года. Я думаю, что причина моего отзыва была то, что я долго работал на этой работе. По приезду из Англии я работал до марта месяца 1934 года в экспорт хлебе, откуда был уволен по сокращению штатов. С 1934 по 1937 год я работал за год зерно в областной конторе в Москве, откуда был уволен по сокращению штатов. Итак, мы ознакомились с основными вехами жизненного пути Николаев Графовича Жернакова, который написал в своей автобиографии. В следующем выпуске мы с вами познакомимся с той информацией, которую он в своей автобиографии не отразил. Спасибо за внимание и до новых встреч!